Письмо 211, 21 января 74-го. Любимая папа и мама, выдался свободный вечер, а что может быть лучше, чем использовать его для письма? В настоящий момент я нахожусь посреди огромной песчаной пустыни и собираюсь спать. К нашему великому удивлению, сегодня здесь прошли дожди, и палатка у меня над головой сочится водой. Дуют сильные ветры и вздымают тучи слепящего глаза песка. Песчинки бьют с такой силой, что начисто стерли номер стоящей поблизости от нас машины. После песчаной бури палил дождь, который ненадолго прибил пыль к земле. Опять усиливается ветер, и опять бушуют песчаные бури, и все начинается снова. Снаружи за палаткой происходит встреча резервистов с приезжими представителями университета. У мобилизованных студентов есть, несомненно, серьезные проблемы, не говоря о тех, кто работает не по найму, и машавников. Из них некоторые видят, как пропадает дело их жизни, будь то частный бизнес, фабрика или ферма. Проблема резервистов очень сложна, и любое ее решение будет неполным. В настоящий момент у меня нет настроения предаваться политическим рассуждениям. Выскажу столько, чтобы вас успокоить по поводу размежевания войск. С военной точки зрения мы от размежевания войск пострадали не очень. Положение наше, конечно, не блестящее, но и не слишком плохое. Ценность договора в значительной степени зависит от факторов, неизвестных широкой публике, как, например, пришли ли мы к соглашению с американцами по вопросу о продолжении переговоров. Связано ли это соглашение с недвусмысленной договоренностью между нами и ими? От чего будет зависеть дальнейшая поставка оружия? Дай Бог, чтобы я ошибся, но боюсь, что определенных обязательств по этому вопросу мы от американцев не добились. Возможно, что прояви мы в переговорах больше упорства, мы добились бы от египтян лучших условий. Но, по моей оценке, это не главное. Линия, разделяющая две армии, то есть та линия, о которой сказано в договоре, лучше той, на которую, как я опасался, согласится правительство. Дни десять назад мы с Идо и с нашими приятельницами, Дафной и Мири, ужинали в ресторане «Дельфин». Идо прямо поражает и своим здравым умом, и большим личным обаянием. Дафна и его подруга в самом деле очень симпатичная, и видно им хорошо вместе. Забыл рассказать, что написал господину Марку Энду в Гарвард, и получил в ответ прекрасное сердечное письмо, суть которого в том, что вернуться в университет я могу в любое время. Требуется лишь уведомить университет за четыре-шесть недель вперед. Храню письмо вместе с прочими бумагами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!